МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Строительство второй Минской кольцевой автодороги должно быть завершено к началу 2017 года. Президент посетил сегодня площадку, где ведутся работы. Белорусские калийные удобрения отправятся в Бангладеш. Стороны подписали контракт на 40 миллионов долларов. Синтез музыки и поэзии. Белгосфилармония открывает новый сезон. Впервые прямую трансляцию концертов можно увидеть у ратуши. К началу 2017 года строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска должно быть завершено. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко сегодня во время посещения в Минском районе площадки, на которой ведутся работы по прокладыванию второй МКАД. С одной стороны, цементно-бетонные дороги позволят создать сеть качественных, более долговечных автотрасс. С другой – загрузить модернизированную цементную отрасль Беларуси новыми заказами. Сегодня же шла речь о том, чтобы рассмотреть возможность увеличения скорости движения до 120 км в час по первой кольцевой. Значит, мы договорились. 1 января 2017 года кольцо второе должно быть готово. Поэтому из этого все считай и планируй. Кто-то будет тормозить, немедленно докладывай. И именно такое бетонное кольцо. Вам железобетонное задание. Этим дорогам быть. И не так, как вы наметили, а по максимуму. И вот эта дорога до Гродно в будущем году должна быть построена. Поэтому вы планируете, сколько вы в этом году положите бетона, сколько погода вам, дожди, морозы позволят. Это ваше дело. Но до Гродно дорога 50 этих километров в будущем году должна быть сдана в эксплуатацию. И там у вас надо начинать работы, заделы делать и так далее. И до пересечения с Московской дорогой у вас останется еще год, ну максимум полтора. Вот вам задание. За три года это кольцо должно быть введено в строй. И никаких там 20-х, 21-х годов быть не может. Три года максимум. Вот один год у вас уже сегодня прошел. И что, следующий год, 15-й, 16-й, 1-й января 17-го года кольцо должно быть готово. Все. Они пусть шевелятся по деньгам, ищут деньги, где они найдут его. Вы удешевляйте, как положено, эту дорогу. Потому что проверим все не только по итогам. Проверять надо в ходе. И исправлять ошибки. А не тогда, когда мы построим. И потом будем искать. Корбут, Шапира украли деньги. Или там не украли их вообще. Все понятно. Поэтому надо пройти и посчитать. Вы это умеете делать. Также сегодня президенту доложили о планах по реконструкции и возведению республиканских дорог. Глава государства потребовал уделить максимум внимания транзитным автотрассам Беларуси. Все подробности в наших следующих выпусках. Белорусские калийные удобрения отправятся в Бангладеш. Сегодня наша калийная компания и бангладешская корпорация подписали контракт на 40 миллионов долларов. Стороны договорились о поставке 120 тысяч тонн калийных удобрений. Первые отгрузки начнутся уже в октябре. Детали сотрудничества сегодня обсудили премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и представители делегации Южноазиатской республики. Кроме калийных удобрений наша страна готова предложить партнерам сельхозтехнику и участие в строительстве молочного комбината. Отмечу, белорусская калийная компания вот уже 9 лет крупнейший поставщик удобрений в республику Бангладеш. У нас уже в белорусской калийной компании есть большой контракт уже на 120 тысяч тонн с частным сектором. И сейчас вот у нас второй контракт с государственным сектором заключен. То есть мы охватываем все ниши бангладешского рынка. Экспорт калийных удобрений в этом году по нашим ожиданиям и по нашим действиям, что мы делаем, превысит 9 миллионов тонн. Такого в истории никогда не было. Это порядка на миллион тонн больше предыдущих наших достижений. И к ситуации в Украине. Сегодня она стала предметом телефонного разговора между президентами России и Украины. Лидеры обсудили первоочередные меры для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины. Правда, в сообщениях пресс-служб появились некоторые разночтения. По сообщению официальных украинских источников, результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня в Донбассе. Немного позже эта формулировка была изменена на режим прекращения огня. В официальных же российских источниках ничего не сказано о такой договоренности. В дальнейшем пресс-секретарь российского президента заявил, что Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые способствовали бы прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Однако договариваться об этом Россия не может физически, поскольку не является стороной конфликта. НАТО приведет масштабные учения на западе Украины вблизи границы с Польшей. В военных маневрах примут участие более тысячи военнослужащих из западных стран и США. Быстрый трезубец, а именно такое название будет носить учения, состоится с 16 по 26 сентября. Также сегодня начались крупномасштабные учения ВВС в Чехии. В них примут участие 12 стран НАТО. В ходе маневров будет использовано 30 боевых самолетов и вертолетов, а также около 50 единиц наземной боевой и вспомогательной техники. В Стамбуле обрушился надземный переход. В момент ЧП в нем находились люди. Количество пострадавших уточняется. Переход соединял аэропорт имени Ататюрка с центром города. На место происшествия прибывают медики и полиция. Другие подробности происшествия не сообщаются. В Великобритании полиция с толерантностью закрывала глаза на изнасилование несовершеннолетних. Страшное разоблачение было сделано в британском городе Роттерхем. По данным правозащитников, 1400 детей подвергли сексуальному насилию за последние 16 лет. Преступления совершали банды выходцев из Азии. Их жертвами становились в основном девочки из детских домов и интернатов. Руководство заведений, где жили и воспитывались потерпевшие, замалчивало эту проблему. А полицейские просто игнорировали обращения пострадавших. Эйфелева башня обзаведется прозрачным полом. Изменением подвергнется первый этаж конструкции. Желающие пощекотать себе нервы смогут погулять по воздуху на высоте 57 метров уже осенью. К слову, стеклянный пол использовался и при создании смотровой площадки в американском Гранд-каньоне. Есть такой пол и в Останкинской, и в Шанхайской телебашнях. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. В Бресте продолжаются работы по устранению последствий аварии в водосетях города. Напомню, первые сообщения о резком запахе, исходящем от водопроводной воды, поступили накануне. Пострадали жители городской застройки. В нескольких детских садах и городской больнице введен специальный режим. Воду населению продолжают доставлять автомобилями пожарные. Водопроводную употреблять в пищу и использовать в хозяйственных целях строго запрещено. Для выяснения причин аварии создана специальная комиссия. Санитарные службы провели исследование. Кишечные палочки в пробах не обнаружено. Вода была ужасная. Просто настолько ужасная, что муж открыл кран, говорит, руки воняют. Говорит, я не понял, что это такое. А это так воняла вода. Тебе помыться не могу. А вещи, которые воняют, на балкон вынесла. Я же не могу их мокрыми куда-то сложить. Я их вынесла, пусть они хоть там проветриваются. Первые дни сентября отметились целым рядом дорожных происшествий с участием пешеходов. Так, в Могилеве в День знания автомобиль сбил 12-летнюю школьницу. Девочка неожиданно для водителя выбежала на проезжую часть в районе железнодорожного переезда. В результате ребенок был госпитализирован с травмами головы. Похожая авария произошла в Кобрине. Второклассник попал под колеса автомобиля, внезапно выбежав из-за припаркованных машин. Мальчик с травмами головы и переломом ноги доставлен в больницу. В Гомеле прямо на пешеходной зебре водитель сбил двух пожилых женщин. Обе были доставлены в больницу. А в Речице на нерегулируемом переходе под колесами авто оказалась местная жительница. В Гродно почтили память детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. На центральной площади города выставили ростовые фигуры мальчиков и девочек. На силуэтах написали фамилии и имена детей, дату смерти и возраст на момент гибели. Рядом зажгли лампадки. Активными участниками акции стали сами гродинские школьники. В небо они выпустили белые воздушные шары в память о погибших детях. Соблюдайте правила дорожного движения и смотрите за вашими детьми, когда они идут через дорогу. Смотрите, как бы очень много людей за эти пять лет детей, точнее, умерли. Дорогие взрослые, соблюдайте правила дорожного движения, чтобы за такие дети, как мы, ваше поколение, не погибали на дорогах. В Гродницкой области только за последние пять лет в авариях погибли 24 ребенка. В большинстве случаев виновны сами взрослые. Многие дети попали в ДТП на пешеходных переходах. Некоторых перевозили в автомобилях без специальных автокресел и не пристегнутыми ремнями безопасности. В каждом случае, даже, допустим, если там была вина ребенка, виноваты мы взрослые. Мы госавтоинспекция, которая где-то не доучила мамы и папы, которые не подсказали, не научили, как вести себя на дорогах. Ну, естественно, педагоги. Вся вина общая мы берем на себя, на взрослых, потому что в ответе за детей только мы взрослые. Белгосфилармония откроет новый сезон с синтезом музыки и поэзии. Концерт в исполнении симфонического оркестра под руководством Александра Анисимова будет посвящен трем великим культурам – белорусской, русской и украинской. В первом отделении прозвучит произведение классика белорусской музыки Галины Гореловой «Страсти по шагалу», посвященная Витебску. Украинскую культуру представит симфоническая рапсодия Леша Яначика «Тарас Бульба». Это премьера на минской сцене. Необычным концертом запомнится и второе отделение. Зрителю представят синтез музыки и поэзии. Третье действие оперы Петра Чайковского «Мазепа» прозвучит под строки из поэмы Пушкина «Полтава». К слову, впервые прямую трансляцию открытия можно будет увидеть на большом экране в центре города Уратуши. Далее спортивное обозрение Эльмиры Хоровец. Оставляйте свою информацию по телефону «Горячие линии», а также по адресу в интернете ctv.by. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!